Неожиданно в Госдуме предложили списать часть кредитов россиян при сложной жизненной ситуации. Многие заметили, что цены в магазинах растут быстрее, чем зарплаты. И кажется, разные займы уже прочно вошли в нашу жизнь. Ипотека, автокредит, даже новый телефон многие берут уже в кредит. А что делать, если кредит взял, а платить стало вообще нечем? Что тогда делать? Неужели в Государственной Думе нашли решение всех подобных проблем с долгами? Друзья, всем здравствуйте. Я Роман Родин, руководитель федеральной юридической компании Дело Время. Здесь мы говорим о ваших правах простыми словами. Досматривайте данное видео до конца. Здесь я расскажу, реально ли кредитная амнистия сможет кому-то помочь. Подписывайтесь сейчас на канал. Обязательно ставьте лайк за наши старания. И давайте начинать. Почему в Государственной Думе вообще заговорили про списание долгов? Важно понимать, что проблема с кредитами в нашей стране стоит очень острая. И дело не только в том, что многие привыкли жить непосредственно, как говорится, беря займы на все подряд. Здесь сама экономическая обстановка оставляет, конечно, желать лучшего. Цены растут, как на дрожжах, а реальные доходы остаются на том же уровне. В результате всего больше людей оказываются в ситуации, когда оплата кредитов становится непосильным бременем. По данным Центрального банка, общая сумма задолженности граждан перед банками уже превышает 36 триллионов рублей. Это больше 50 миллионов человек. То есть почти половина взрослого населения страны, у которых есть непогашенные кредиты. Друзья, вот просто вдумайтесь в эту информацию. Так вот, председатель партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов предлагает за счет бюджета списать часть кредитов гражданам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Предложенная программа должна распространяться на займы, взятые для покупки отечественного автомобиля, на лечение, медикаменты, получение образования. Официальное письмо по данному вопросу направлено представителю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Речь идет о кредитной амнистии. Что это и по каким условиям будет проходить? Ну, такая кредитная амнистия означает, что государство готово взять на себя часть долговой нагрузки. Но кому именно будет доступна помощь? Ну, в первую очередь на нее могут рассчитывать те, у кого доход за месяц снизился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть, если вы, например, лишились работы или столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, не дай бог, конечно же, имеете на попечении людей с инвалидностью, или в одиночку растите детей, или вы пострадали от стихийного бедствия, да, такое тоже бывает, от чего ваш карман опустел, то есть, закон может стать для вас настоящим спасением. Друзья, как вы думаете, реализуется ли такая идея в реальности государством или нет? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно ваше мнение. На какие кредиты дадут вот эту вот амнистию? Прежде всего, речь идет о кредитах, взятых на социально значимые цели. На лечение и покупку лекарств, получение образования как своего, так и образования детей. На приобретение, опять же, подчеркну, отечественного автомобиля. Если у вас есть дети, а также на улучшение жилищных условий. Но только в том случае, если на одного человека приходится меньше положенной нормы квадратных метров. А как это будет работать? То есть, если вы живете в пятером, в однушке, то, возможно, государство поможет вам с расширением жилплощади. А вот если вы взяли кредит на новый айфон или поездку на Мальдивы какие-нибудь, то тут уже рассчитывать на помощь, увы, не приходится. Или, допустим, вы взяли кредит на операцию близкому человеку, а через некоторое время потеряли работу. Ежемесячный платеж составит значительную часть вашего бюджета. И платить по счетам становится все сложнее. В этом случае у вас появляется возможность обратиться в банк с заявлением на частичное списание такого долга. Но пока, друзья мои, это только предположения и мысли. Лично я пока не сильно понимаю, как это будет действительно реализовано на практике. До реализации еще далеко. Но многих людей долги душат уже сейчас. Забирают все силы и все деньги приходится отдавать на погашение этих кредитов. В таком случае поможет только полное списание долгов, а не какие-то там эфемерные кредитные амнистии. Так вот, законная процедура банкротства и есть полное списание долгов. Записывайтесь на бесплатную консультацию напрямую в WhatsApp или Telegram. И мы точно определим, можно ли в вашем случае списать долги через банкротство. Мы работаем уже более 9 лет по всей Российской Федерации. И законно помогаем гражданам избавиться от непосильных долгов. Обязательно записывайтесь на консультацию. Ссылка внизу, в описании и в комментариях. В заключение я бы хотел сказать, как дальше будет складываться ситуация с закредитованностью решать правительство. А нам с вами остается только надеяться, что дело не ограничится одними разговорами, и что миллионы россиян наконец-то смогут хотя бы отчасти избавиться от долга. Пока еще рано говорить о конкретных сроках, о механизмах. Но сам факт того, что эта тема вообще поднимается на таком высоком уровне, уже вселяет надежду. А какие 5 банков вечно преследуют за долги граждан? Как они заберут деньги и имущество должника? Смотрите в нашем видео, ссылка будет вот здесь на экране. Друзья, ну а что вы думаете? Как будет реализовано это все на практике? Будет ли действительно амнистия? Пожалуйста, напишите внизу в комментариях. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, потому что здесь мы говорим простыми словами о ваших правах. Вы всегда будете в курсе последних правовых новостей в Российской Федерации. Спасибо, что досмотрели и желаю вам скорейшего избавления от долгов. Пока!